Девушки отдыхают Стиснуть зубы и терпеть У меня были какие-то случаи, когда я, скажем, срывался и с чего-то уходил Она ни с чего не уходила Когда первую Каменскую снимали, она семь ночей подряд ездила в поезде Семь ночей подряд Никогда в жизни не жаловалась Никогда Эта актриса не боится быть в кадре смешной и неуклюжей Вот она сейчас невиданной красоты, дива А через минуту она торговка на рынке Да и в жизни эта грань у нее очень тонкая Она предпочитает оставаться незаметной, обманывая своим видом партнеров при первой встрече Невзрачная, плохо говорящая по-русски С большим украинским акцентом, с неким дефектом плоскостопия Товарищ, вы меня, наверное, с кем-то путаете? Невозможно находиться рядом с этой женщиной и в нее не влюбиться Какая красота Ну не, переодевайся, я уже первый звоню Хорошо Вот так это и происходит Я никогда не была красавицей, и поэтому мне, может быть, мне поэтому и легко Не похожая на артистку, так говорят о своей любимице зрители И это лучший комплимент той, что стала самой яркой актрисой своего поколения Но при этом так и не приобрела взбалмошности и фоноберии дивы Сумела не перейти эту грань Она, значит, как отдельно плывущий айсберг Я так все время хожу На всякий случай, вдруг будут журналисты Надо будет интервью давать Я решила себе купить личный микрофон, поэтому я всегда готова к интервью КОНЕЦ Внимание! Мотор! Есть! 37,7 первой Есть! Начали! Летом 1989 года под палящим московским солнцем стояла нескончаемая очередь Она тянулась от Каз кинотеатра «Россия» до памятника Пушкину Случайные прохожие осведомлялись, зачем стоят Узнав, что за билетами на первый советский фильм о проститутках Забывали, куда шли и пристраивались в хвост очереди А для меня статья еще не придумана В нашем государстве это явление социальное отсутствует полностью Понял? Всем хотелось увидеть то, чего у нас в стране нет Фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» оказался лидером проката А Елена Яковлева была признана лучшей актрисой года Она стала такой народной героиней Да, но не героиней с открытки или с плаката А уже такой реальной героиней В каком-то смысле знаковая она Известно, что Владимир Кунин писал сценарий «Интердевочки» с прицелом на Татьяну Догилеву На главную роль Петр Тодоровский пробовал и Наталью Андрейченко, и многих других актрис Но своей героиней не находил Когда на пробы пришла Лена Худенькая, скромная, неброско одетая Режиссер только развел руками Путан Петр Ефимович представлял исключительно с пышными формами Но Яковлева для себя уже решила У Тодоровского она сниматься будет обязательно Я помню очень хорошо, что Лена очень долго ходила на пробы Просто какое-то, ну, очень-очень большое количество раз И как на работу ходила на эти пробы Я сидела, он зашел, и первая фраза была А вы сценарий читали? Он говорит, у меня фильм про Путан Он их никогда не называл проститутками там Еще про Путан А вы на себя в зеркало смотрели? Я говорю, ну, в общем-то, да А он говорит, вы же понимаете, что у вас нет ничего Что у них есть, у вас этого нет Я говорю, а что это интересно, у меня нет, что-то у них есть Он говорит, ну, вы знаете, а интеллигентный же человек, да? И говорит, ну, вот здесь, вот здесь, что-то такое должно быть И, в общем-то, два часа зритель на что-то должен смотреть Режиссера она ни о чем не просила С интересом следила за пробами других актрис Тихо сидела в сторонке и ждала Вдруг очередь дойдет и до нее Бороться за роль она не умела Я вообще даже не знаю, как это делается Вот если бы меня кто-нибудь научил Я бы, наверное, может быть ради какой-то роли Хотя такой, наверное, нет для моего характера Для моего темперамента Чтобы прямо там пойти по костям Никогда в жизни Ни в кино и ни в театре Ни разу Вот если там были какие-то кастинги То они были настоящие кастинги Не через какие-то знакомства Не дай бог там через еще чего-то Через что можно как-то попасть Это был честный кастинг В котором победили ее упорство и талант Слава тебе, Господи В тот момент, когда уже наконец он решился И утвердил ее Он ничего другого И никого другого уже в этой роли себе не представлял Кланяешься? Бывший полковник нынешнему лейтенанту Все стремишься усердие своего показать А сам еще вчера от меня десятку схал Что еще хочешь? Я смотрел и думаю Как она ухватила Вот суть Философии этого существа Так точно Ее было и жалко И возникало такое полубрезгливое где-то чувство Но все заслоняло ее Обаяние ее индивидуальности Чтобы именно так воспринимали ее героиню Яковлевой нужно было удержаться на тончайшей грани И ей это удалось Экранный образ и реальную жизнь актеров Зрители нередко путают Надо было обладать определенной смелостью Чтобы в советское время Отважиться сыграть роль ночной бабочки А для Елены, дочери полковника Воспитанной в строгих традициях Это было страшно вдвойне Но никто из членов семьи От роли ее не отговаривал Нет, абсолютно Это вот вера в то, что Тодоровский Плохо, пошло Не сделает, это было очевидно На этой картине Петр Ефимович Нашел свою актрису и своего человека А Яковлева своего режиссера Он все время просил, чтобы я колол ему голову на плечо Я вот так вот положу голову на плечо И мы сидим Нам можно было ни о чем не говорить Петр Ефимович чувствовал в лене сочетания Казалось бы, несочетаемых качеств Трогательная неуверенность в себе Ранимость И при этом невероятную внутреннюю силу И убежденность Она сможет все Самое удивительное, что Яковлева Такой же и осталась Став звездой Если в кадре она может быть ослепительной То в жизни предпочитает оставаться незаметной Некрасивому человеку легче Я так для себя решила Но так может сказать только женщина Уверенная в своей красоте на все сто Хочет женщина быть красивой С гордо поднятой головой Конечно, Лена она визитная карточка Скажем, там, интердевочка Хотя я безумно люблю все, что сделал Петр Ефимович Но все-таки я Ленку больше люблю в Анкор ищу Анкор Это просто шикарная работа Ой, здравствуй, жопа Новый год А то ты не знаешь, да, почему с генералом Меня что ты сейчас зурачком прикидываешься, а? Все эти, что я за вами бегаю, как сорокопятка Там, да, это же все придумано ею Это замечательно Что я вот это колечо по всему гарнизону, как сорокопятка Оно мне надо? Не могу, я тоже как... Я не понимаю Тебя такая баба любит Что ты комбинишься? У меня температура 38,6 Так это же самая подходящая температура для этого дела Редко так вот сценарист это может написать, да Это такое рожденное все изнутри Это значит, что Лена прежде всего свой автор Мало кто из создателей фильма «Анкор, еще Анкор» Знал, что во время съемок Елена ждала ребенка Но Сергей Никоненко об этом был предупрежден Ведь по роли ему предстояло гоняться за актрисой по ледяному снегу И ни много ни мало бить ее ремнем Мне доверили в очень серьезную известие Я знал, что нужно как-то поаккуратнее Я подготовился к этой сцене Я проверил, чем я ее буду бить А мне предложили настоящий офицерский ремень Я говорю, вы что, с ума сошли? Ну, понимаете, если я нечаянно ее задену, а по лицу Я вместе с костюмерами часа два придумал этот ремень И Лене показал, чем будет Конечно, это газета, газета и безопасность Ну, вообще-то я в кино люблю такие сцены Потому что где же еще? Лена в жизни не играет Никогда, она очень естественна Она очень содержательна, она очень умна В актерской профессии важен талант и харизма У Лены эти пропорции соблюдены прям идеально Многие актеры специально провоцируют конфликт с окружающими Перед выходом на съемочную площадку или на сцену Им надо себя, что называется, завести Елена не из тех, кого враги вдохновляют на подвиги Неуверенность в себе ей помогает преодолеть только любовь Я когда работаю, допустим, в кино Мне очень важно, чтобы я знала практически всех имена Включая операторов, рабочих, мантировщиков Ирочка, Наташа, Свет, благодаря вам я смогла выдержать Вот эти вот все косконечные поездки И вот 7 месяцев работы Спасибо вам большое Таня, Алена С тем поговорила, с тем поговорила С тем поговорила У нас уже появляются там через неделю Какие-то свои темы, на которые мы можем разговаривать Я уже вот среди них своя И я понимаю, что даже если у меня что-то не будет получаться Не дай бог, о чем я все время как бы переживаю Я понимаю, что они на меня косо смотреть не будут О, эти артисты, вечно у них что-то не получается и тому подобное Что они мне в этот момент мой, когда я с чем-то не смогу справиться Вот то есть мне нужно, чтобы у меня со всеми было очень хорошее отношение Яковлева женщина во всех своих проявлениях К тому же умная и понимает, что ее сила в слабости Мужчины тут же бросаются к ней на помощь Для такого человека, для такого партнера Ты готов вывернуться наизнанку Готов перепрыгнуть через все, что угодно И сделать, как будет удобно ей Хотя она никогда не показывала И я думаю, что не покажет виду, что что-то не так Когда там ждешь 8 часов, в кино ведь дело такое Там все мешает, меня может что-то вывести То свет, то тучка, то из окна лупит солнце, то не лупит Артист уже готов играть, а там приходят два человека И начинают заколачивать окна У Ленки это терпение есть, она умеет зажать зубы и ныждать Давайте посиденько свести вместе В спартанских условиях съемок, гастролей и антрепризных репетиций Яковлева умеет создать для партнеров домашнюю обстановку и подарить им праздник Елена Алексеевна выезжает за 20 минут до репетиции С невероятным количеством продуктов Если это была весна, лето, это была клубника, какие-то персики, какие-то абрикосы Какой-то чертов ступен Такая она мать-хозяйка Она не носится со своей внутренней самостью, со своим внутренним, вот как с таким нечтем драгоценным, на которое нельзя наступить Художники Художники Мужики Она действительно умеет не показывать, что творится у нее в душе А внимания ей не хватало с детства Яковлева родилась в семье военного Жалобы родителями не поощрялись К тому же Лена была старшей В ее обязанности входила и забота о младшем брате Детей никто никогда не баловал Ну, во-первых, родителям было некогда Мама прибегала с работы, я помню, она или готовила, или стирала, или убирала Субботу, воскресенье вообще не хотела здесь дома находиться Потому что это была обязательно какая-то генеральная уборка, стирка А по воскресеньям глажка всего этого И чтобы она как бы тебя не запрягла в эту нелегкую работу Как-то все время хотелось куда-то уйти и заняться чем-нибудь другим Наподобие там какого-нибудь кружка и тому подобное Однако спартанское воспитание очень пригодилось Елене во взрослой актерской жизни Она неприхотлива и ответственна Никогда и никуда не опаздывает Редкое для актеров качество А будет все Если уже обещала, то приеду Если я опаздываю, то это значит что-то такое Надо сразу звонить, значит что-то случилось В сложные моменты, когда действительно что-то случается Елена умеет собраться и не паниковать Мы снимали в павильоне Там огромные потолки метров 15 И один мальчишка залез на эту фанеру и провалился И пролетел эти метров 15 и упал на декорацию И все так застыли от ужаса Первый, кто пришел в себя и рванул туда наверх Это была Лена Растормошила этого мальчика Спросила, она бы закричала быстро скорую помощь Конечно, уже кто-то побежал Но вот это ее какая-то решимость и смелость, я бы сказал Она сильная, когда у нее было прободение язвы Ее когда привезли в больницу, скрюченную от боли И врач сказал, ну ты там покричи как-то что-то Она даже не стонала Так держала самую боль Это прободение язвы Это ужас Что такое, говорится Это ад просто Поживать Конечно, сильная Семья военного без конца переезжала из города в город Каждый раз нужно было заново налаживать быт Лена не успевала ни приобрести друзей Ни даже наиграться в куклы Я мечтаю о внучке и в первую очередь, знаете, что я ей куплю? Барби Потому что я сама хочу поиграться Я ее вот так вот в руках ни разу не держала Наша съемочная группа решила, что к ответственной роли бабушки надо готовиться заранее К тому же так приятно подарить любимой актрисе ее мечту Это барби Кстати, Яковлева уверяет, что все ее мечты всегда сбываются Еще в школе Лена решила, что станет артисткой Правда, в Харьковском институте культуры Актерского таланта в девушке не разглядели Сказали ей какие-то обидные слова Самолюбие невольно было задето А в таких ситуациях она умеет проявлять характер Яковлева отправилась в Москву поступать в ГИТИС Эту абитуриентку члены экзаменационной комиссии запомнили на всю жизнь Я сейчас вспоминаю, как она читала монолог Катюши Масловой В воскресенье Толстого И вдруг она грохнулась на колени А мы сидели все и вынуждены приподняться И вот так вот стоя мы и наблюдали за ней Как она краснела, бледнела, плакала Я думал, только бы она не ушла никуда больше Только бы, потому что ее возьмут всюду Казалось, соблазна огромного города Юную студентку театрального института совсем не привлекают Яковлева из тех, кого называют трудоголиками Она была закрыта и цельно Мобилизована, скорее всего, на учебу Чем на какие-то веселые там пирушки Которые часто бывают в институте На третьем курсе Елена депютировала в кино В фильме Георгия Юнгульдхилькевича «Двое под одним зонтом» Ее партнером был Ивар Калнындж Ты волшебниках веришь? Нет, я верю только в телевизор Она была несколько полнее, чем сейчас Она похудела тогда к фильму «Плюмбом» И я рассказывал с удовольствием, как ее учат ходить по подиуму И она вдруг стала совсем такой худой Непривычной, необычной и очень симпатичной Мне показалось, что она вот как бы мой человек Она мне понравилась Я даже как-то романился с Леной какое-то время Но она предпочла другого На пятом курсе Яковлева вышла замуж за студента Гитиса Сергея Юлина Но брак оказался недолгим Я тебя прошу, ну не ходи туда, хотя бы ради меня Ну почему? Все думают, что артистки, они вовсю играют И то же самое и в любовь Но вот я за такие чувства, когда в любви играть не надо И вот когда это получается, это просто замечательно Это счастье Счастье пришло к Елене позже, когда она уже была актрисой театра «Современник» К ударичайший случай, труппа приняла ее единогласно Она пришла в театр «Современник» И год она же замужем была Я был женат тоже Вот И так как-то вот Приглядывался, приглядывался, приглядывался И вдруг Бабахнуло и все Такая вот ситуация Бабахнуло так, что оба развелись Несколько лет Валерия и Елена жили в гражданском браке Раз обжегшись, Яковлева не торопилась ставить штамп в паспорте Расписались они только ради того, чтобы на гастролях их селили в один номер В советское время иначе было невозможно Во время репетиции спектакля «Дни Турбяных», который ставил Гвашаев Владимирович Мы просто вот в перерыв рванули в Грибоедовский, там рядом же с «Современником» Быстренько расписались Ну, репетицию, естественно, закончили Выпили, да и разошлись А вот Вот Она, правда, маленькая Я, Лена и Владимирович Кваша И еще вот свидетельцы Вот, вот, пожалуйста Это вот мы Я в джинсах, Лена в джинсах Пышной свадьбы у них не было Но союз этих двоих оказался на редкость прочным Вместе они были силой В театре знали, что друг за другом супруги стоят горой И старались не задевать никого из них обидным словом Мои родители – это единость целая Потому что, как иначе можно объяснить то, что они столько лет вместе До такой степени, ну, как-то мы Перемешали наши Судьбы, наши Жизни Что я вот просто не представляю себя Без Лены Боже, он опугал Леших С клуба? Или с клапища? Вот так ты рада, супруга А я, между прочим, соскучился Давай помогу Знаем друг друга, как облупленные Я говорю, я уже могу понять по тому, как он ключом с той стороны дверь открывает В каком он настроении И развитие вечера могу совершать по своему сценарию Если мне хочется с ним поругаться, я могу зацепиться за что угодно Знаю, как он открывает дверь, из чего он мне начать Во всех семьях присутствуют такие моменты, когда что-то такое происходит С битьем посуды и так далее Они оба, как бараны, они будут упираться очень долго Когда уже конфликт окончательно себя исчерпает и станет неактуально, помирится Дом для Елены было, остается надежным тылом Но, пожалуй, ей важнее знать, что он есть и что ее всегда ждут, чем находиться там подолгу Съемки, гастроли, поезда Можно сказать, что актриса ведет кочевой образ жизни, к которому привыкла с детства И менять его пока не собирается Я расслабляешься там раз в месяц, наконец-то высыпаешься Но понимаешь, что ты от этого устаешь еще больше У меня так, три дня отдыха – это выше крыши Вот дома я как Каменская, ленивая Потому что быт устроен И поэтому, если есть возможность такая вот, чтобы вся семья собралась То мы просто, я говорю, тупо как тюлени Вот тюлени на солнышке, ну, под лампочкой Для нас лучший отдых – это когда мы на даче все лежим на диване, смотрим телевизор Пока вокруг собаки снуют сюда-сюда Четыре собаки, которые с удовольствием занимают ряд места на диване Иногда бывает, что нам на диване места нету Поэтому мы на полу, а собаки на диване Четвероногие в этой семье больше, чем друзья человека Они хранители семьи, собаки-спасатели Так уж сложилось Себя Валерий называет смотрителем собак А Лену все единогласно считают хозяйкой То, что они живут вот в такой стае – это вообще фантастика И не лаются, не ругаются – это самое хорошее Может, они у нас пример берут Мы бы, может быть, и не прожили бы 30 лет, если бы у нас не было собак Они до такой степени объединяют и сына нашего Я говорю, он приезжает сюда только из-за собак Вот, любимое место и мое, и Ленина Все четыре пса вокруг, да В какой-то момент супругам показалось, что их совместная жизнь бессмысленна И они завели собаку А через 9 месяцев родился Денис Молодая мама и месяца не провела дома, вышла на сцену Папа и мама всегда были рядом, он и ребенок за кулисья Сами, без нянечек, без всего, потому что он до такой степени был и сейчас дорогой человек, что трудно было отдать в какие-то руки Денис и в кино снимался с мамой В фильме Аллы Суриковой «Есть ли завтра в поход» Причем сначала пригласили на роль Дениса, а уж потом Елену в нагрузку Ладно, можем без приколов, мальчики? Обойдемся? Нет, мам, не получится Мне почему-то всегда казалось, что мне не стоит туда лезть Ну вот я просто замечаю то, что вот так В тот или иной момент я вижу то, что моя мама занимается чем-то относительно своей роли Переизбытки вот этих эмоций, которые они испытывают во время игры И это все негативно, позитивно, как-никак влияет на обычную жизнь Елена и Валерий своего мнения сыну никогда не диктовали Они готовы были понять и принять любые его увлечения А некоторые невольно подсказали сами Молодой человек всерьез увлекся искусством татуировки Татуировка была очень красивая Он нашу собаку Хаску сделал практически с фотографией То есть это была очень красивая татуировка А потом вот это вот уже началось какое-то самоистязание Изначально моя мама сделала себе татуировку Потом я спросил, можно ли мне сделать татуировку То есть я в этом заинтересовался Потом папа сделал татуировку Ну, они остановились на нескольких татуировках А у меня это уже все в прогрессе пошло Может им показаться немного странным Но они все равно достаточно толерантно к этому относятся Самое страшное, я так понимаю, у нас уже позади А ведь они очень похожи И Лена, и ее сын Стремление актрисы всеми способами избежать конфликтных ситуаций По сути, та же защитная татуировка Я понимаю, что он в конце концов повзрослеет Что в конце концов одумается И это уже чувствуется И когда он одумается, это будет больно И, наверное, в два раза дороже От этого всего избавиться Я понимаю, что нас ждет впереди Сегодня Денис увлечен музыкой У него своя группа и свой дом Родители подарили ему квартиру Мама и папа интересуются тем Какая у меня там деятельность творческая Как никакая происходит в жизни Это любимая конкретная композиция Мне кажется, у моей мамы нет Потому что во всех я истошно ору Издаю всякие непонятные звуки Для Елены перерезать пуповину Связывающую ее с самым дорогим человеком на свете Было на грани невозможного Но она понимала, что так будет лучше для сына В один момент показалось, что он вообще ничего не может делать Что можно делать в быту Он не знает, как включить с реальную машину Он не знает, как плиту включить Как ее выключить Как мне казалось Когда стоило только сказать Вот тебе твое гнездо Давай его устраивай Ничего Оказывается, все можно научиться Когда я съехал от родителей У меня с ними отношения улучшились Потому что какие-то вот эти склоки, скандалы, конфликты На почве именно исключительно бытовых вопросов Они просто улетучились Он недалеко живет пешком минуту семьи Я же недалеко Я же хитрая Мне бы вот еще бы, знаете Если бы окна выходили в мою сторону Я бы вообще была счастлива Да, вижу там Горит, не горит Нет, даже вот это вот не надо С тех пор, как после рождения Дениса Режиссер Тодоровский вернул актрису в кино Перерыва в съемках у нее не бывает Петр Ефимович в каком-то смысле Оказался для Яковлевой крестным отцом Он открыл ее для кино Подарил ей звездную роль У Тодоровского она реализовала То, что ей дано Богом Он ей позволил быть и красавицей Интердевочкой И характерной И разной Любовь к актрисе Елене Яковлевой Можно сказать, перешла от отца к сыну Валерий Тодоровский очень ценит И бережно относится к этому наследству Петра Ефимовича К сожалению, я как режиссер Один раз только с ней работал Это был фильм «Мой сводный брат Франкенштейн» Жалко, что этого не было чаще Но, может быть, это еще и произойдет Дети, Аня, Егор Обстоятельства сложились таким образом Что в нашем доме появился павлик Поэтому я хочу, чтобы вы с вашей стороны Проявили не свой чудовищный эгоизм А лучшие стороны своего характера О которых я пока еще ничего не знаю Спокойной ночи И что мне нравится В Франкенштейне, мне кажется Она там немножко была Как сказать, немножко другая Она такая более строгая Более жесткая Более драматичная А папа любил в ней Вот этот ее талант Такой легкий, комедийный Характерный Как режиссер Тодоровский-младший снял Яковлеву один раз Но как продюсер Подарил ей работу длиною в 12 лет Роль Насти Каменской Для меня было очевидно Что должна быть Лена С самого начала У меня не было никаких сомнений Более того У меня было ощущение Что если это будет не Лена То не будет фильма Дура я Эй Ну, ну, ну Дурая Тихо, тихо, тихо Ну смотрите, что тут Ну что же вы тексты не говорили Валерий Петрович Тодоровский Когда со мной знакомился Впервые Еще не было договора Не было режиссера Ничего не было Было только желание С ним сделать этот сериал Он тогда сказал Знаете, кого я вижу В роли Каменской? Яковлеву Елена задумалась О роли Каменской всерьез Но ее спектакль В современнике Это святое Театр всегда был Главным в жизни Яковлевой Тогда все артисты Занятые в сериале Пошли ей навстречу Отступать было некуда Елена согласилась на вечный сериал Ну, нам же надо было Посмотреть на тебя Приглядеться Пригляделись Подходишь Я даже и громошу И тогда по первым еще сериям И на гееву Димке Говорил, ребята Давайте кормилицу беречь Такой атмосферы Какая царила На съемках этого сериала Обзавидовалась бы Любая съемочная группа Никаких интриг К актерам Как будто снова вернулась юность Веселое подтрунивание Друг над другом Розыгрыш и смех Так снимали Каменскую Во многом благодаря Лене Она понимала Что иначе Долгое плавание Команде не выдержать Меня что поражало Вы знаете Некоторые актрисы И актеры Что-то думают Не знаю Бубнят текст Как-то готовятся Как-то настраивают На ту или иную сцену Такое ощущение Она вообще не готовится Она может болтать О чем угодно Но это не говорит о том Что ей как бы все равно Нет Это совсем не так Это ее кухня Симпровизировать тут же Вот тут же Это значит Что она такая ртутная Очень пластичная Андрей Ильин Сыграл в сериале Экранного мужа Яковлевой И вся страна Единогласно решила Что с мужем Яковлевой Повезло на все сто Он идеален Так и здороваемся Приветки на муж Приветки на жена Впрочем Когда-то везение заканчивается Довелось Елене сыграть И жену нелюбимую В сериале Жуков Она сделала это блестяще И Александр Балуев В роли легендарного маршала Ей в этом очень помог Он реально Меня не любил Вот как в кадре Он реально любил Какую-то другую женщину Мне ничего играть Не надо Поцелуемся Довольно Счастливо Не прошло ей 35 лет Стала полноправной Хозяйкой имущества Она там играла Это прощание жизни Всегда очень Считаю играть Трудно Трудно И Но она это сыграла Очень Здорово Я тебя Любила больше всего на свете Больше жизни Больше солнца Больше ветра Прощай Прощай Галина Борисовна Лучик сказала Что это ее лучшая роль Вообще В том Что она видела Была в кинематографической Биографии Яковлевой И еще одна роль Которая удивила И саму артистку И ее мужа Ну Ванга Наверное Это было самое неожиданное Если даже представить Не могла как-то Вангелия конечно Я честно говоря Даже Там Ну грим понятный Это все чисто Я знаю как это происходит Все Но это же надо еще глаза Это же надо еще Ну руки Есть И судьба есть И выбор есть Как это? Ну вот так Судьба в руках Бога А выбор в твоих руках А потом думаю Доживу я там до таких лет Когда мне предложат сыграть Какую-нибудь подобную старуху Вдруг этого не случится Лучше сейчас попробовать Все же берут артист Чтобы его перешли Узнавали Чтобы знали А в главной роли Елена Яковлева Есть он А тут какое-то странное существо Какая-то женщина Которая Ну вот это хороший режиссер В том смысле Что он захотел Что-то такое За именем Еще увидеть Какое-то новое Новое проявление Этой актрисы Честь и мое хвало Елена всегда на виду Всегда в главных ролях А эта позиция уязвима На Яковлеву Нередко обрушивалась критика За жену Мягкий и добрый Валерий Был готов растерзать любого А у меня в театре Был такой знаменитый порыв Какая-то была Заметка Очень такая Мерзкая Противная Огромный Стеклянный У нас в театре Висел Самый такой планшет Куда все это Я его просто снял Поднялся на четвертый И бросил В дирекцию Все молчали Все Ну хорошо Что хоть Просто на пол бросил А не в кого-то Все Их брак Тот самый редкий случай Когда мужчина Сразу согласился Быть на вторых ролях В том числе и в профессии Хотя Валерий Всегда был очень востребованным В театре актером Валером Он жертвует Своими актерскими амбициями Хотя возможно Они удовлетворены За это время Но Лена Она Поднялась на определенную Довольно высокую ступень Благодаря во многом Валерии Я всегда Почему-то Был уверен Что Лена Лучшая актриса В России Своего поколения И она доказывала Это каждый раз Выходя на сцену Современника Начало было Очень сильным Гитль В легендарном спектакле Галины Волчек Двое на качелях А потом Одна роль ярче другой Так много Как Яковлева В Современнике Пожалуй Не играл никто Прослужив Современнике 27 лет Его самая Востребованная актриса Неожиданно Для многих Написала заявление Об уходе Это известие Взорвало Театральную Москву А труппа Восприняла Уход Яковлевой Как предательство Что бы там Кто ни говорил По поводу Моего ухода Из театра И тому подобное Я все равно считаю Что я верный человек И преданный Я ни разу Не подвела Театр И хотела тоже Уйти Хорошо Тихо Нормально По-человечески В надежде На понимание Есть кому Сказать Что ты говно Еще мы Между собой Будем Это Как говорится Поощрять И продолжать Да В театре Она была Плотно занята Но только В старом репертуаре Восемь лет Елена молча Подходила к листку С распределением ролей В новых спектаклях Но своей фамилии Там не находила Актриса Была на грани Нервного срыва Может быть Этого Завтра не будет И что Тогда Как Я всегда Об этом думала А что если Завтра у тебя Лена Ничего не будет Отчего Артисты Или артистки Сходят с ума От того Что нету работы От того Что забыто Вслед за женой Ушел из театра И Валерий Шальных Хотя он-то Только-только Получил новую Главную роль В очень хорошем спектакле И даже Начал репетировать Иду я Что-то на репетицию А мне До такой степени Кисло Противно Кто-то там Перестал там Раскланиваться Кто-то наоборот Там сочувственно Смотрит на меня Пошли все Что я Мне осталось жить Я не знаю сколько Но не очень много Скорее всего Я буду Вот сейчас Делать вид Что Вот Сейчас я буду Репетировать Развернулся Я часто Часто захожу В свою гримерку И вспоминаю Что Здесь был Валера С которым Здесь прошла Целая жизнь Понимаете И Постоянно о чем-то Говорили На какие-то темы Общались Прошло Пять лет А мне все равно Как бы этого не хватает Но Нету во мне Понимаете Такого Осуждения Я в любом случае И ей И Валерию Очень сильно Благодарен За все те годы Которые мы Пробыли вместе Елена решила И свою судьбу И невольно Судьбу мужа Считаю Что это Вполне себе Закономерное нечто Учитывая Отношения Между моими родителями Вообще В принципе Отношения в семье Она по-прежнему Много снимается И не рассталась Ни с театральными Подмостками Ни со своими Зрителями Они не пропускают Ни одного Антрепризного Спектакля Актрисы Как и прежде Яковлева Волнуется Готовясь К выходу На сцену А Валерий Переживает За жену И читает Многочисленные Сценарии Которые Присылают Лене Сегодня Их роли Распределились Так Потому что Она Не только Мое Она Знаете Для многих Очень много Чего Значит И это Нужно Обязательно Иметь в виду Кажется Он сделал Все Чтобы реализовались Актерские Амбиции Жены Считая Что для нее Это главное В жизни А она Благодарна ему За другое Он подарил Ей нечто Большее Возможность Жить Как к женщине А не как Артистке Я не мечтала И очень сильно О большой И чистой Любви И к себе И ко всему Тому Что я люблю Что меня окружает Ощущение Что я Любимая Женщина Да Однако Эта грань Очень тонкая Большая актриса Часто побеждает В ней Женщину Елена Яковлева Спешит туда Где ее ждут Съемки И зрители А Валерий Поддерживает Огонек очага Дома В котором Без хозяйки Становится Так пусто Ладно Ладно Все Давай Я позвоню Как приеду Угу